Добрый день дорогие друзья! Программа Политотдел начинается и начинается она сегодня у нас с информации о тех событиях, которые происходят, точнее мы будем их анализировать. Происходит вокруг Российской Федерации. Кому-то очень хочется взорвать мир какими-то локальными мини-конфликтами, отвлечь Российскую Федерацию от чего-то главного. И то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, то, что происходит на линии соприкосновения Донбасса, то, что началось вчера на линии соприкосновения Армении и Азербайджана, где-то может еще что-то вспыхнуть. И плюс немаловажная вещь это так называемые фейкометы или, как раньше бы сказали, диверсанты враги народа, теперь они информационными диверсантами называются, внутри самой России и центры информационно-психологических операций, работающих из Варшавы, из Вильнюса, из Праги, из Киева, обученные американскими специалистами, о чем американцы уже даже не стесняются говорить. Итак, все это в эфире программы политотдел вместе с нашим экспертом, народным депутатом Украины предыдущих созывов Алексеем Валерьевичем Журавко. Валерьевич, добрый день. Добрый день. Ну и карты нам с тобой в руки. Давай попробуем посмотреть и на географические карты, и на карты театров военных действий, и попробовать просто раскинуть карты и посмотреть, а что же происходит и что может будет происходить в ближайшее время. И не забываем о том, что вот наши друзья постоянно говорят, России надо перпендикулярно ответить, как-то ярко. Вот вчера мы перпендикулярно бомбили Воронеж. Мы жахнули по старому советскому спутнику какой-то непонятной ракетой, и вот этим самым вызвали переполох в сумасшедшем доме, который расположен на Капитолийском холме. Объясняй, рассказывай, что в мире происходит? Слушай, ну вообще я смеюсь с этого всего для меня. Смешно, конечно, но все бывает в жизни. Ну Россия, допустим, там приняла решение уничтожить свой спутник, который уже, ну знаешь, выбыл со строя. Я, допустим, говорю, там нерабочий и все что-то там. Ну и что тут такого? Но надо все это исказить правильно. У каждого есть свой потребитель, и у каждого есть, кто лапшу собирает. И у каждого народа есть специальные люди, обученные, назовем так, в переносном смысле. Большая вилка, на вилку надевают лапшу и на уши надевают, да? То есть пошла ушная скормка. Ведь по большому счету это делается людям в большей части, которые, допустим, не вникают, не читают, малообразованы, в школе не учатся, в институте не учатся, пытаются что-то купить, показать, какие они великие со степенями, показать, какие они там ученые. А на самом деле ничего нет. Сегодня сокращается то население, которое, ну назовем это, более профессиональное, образованное, читабельное, ну читает, понимаешь, книги. То есть пожирают книги, как я называю, в хорошем смысле. А это же входит все. История, бытность, сегодняшний день фактически, завтрашний день, это будущее, допустим, да? Оно все же как-то описывается в книге. Но что-то же на сегодняшний день должно занять эту половину? Так, Алексей Валерьевич, ты у меня с экрана все вернулся на экран. И попробуй как-то вот свой наушник потеребить. Звук у тебя прыгает очень сильно, плавает. Что-то же должно занять место, правильно? Вот и сегодня либералы, люди, которые получают денежные средства за информационный обман, терроризм. Они получают эти деньги и начинают отрабатывать. Они начитанные, они грамотные в чем-то. Но они дают информацию всю искаженную, непроверенную. Понимаешь? И вот так потихоньку надевают на уши, надевают на уши. А человек что? Верит. Да ты что? Да? Да вот про этот спутник сбитый, смотри, как интересно. Кто что хочет, да, говорит? Даже в России здесь я вот общаюсь с людьми, елки-палки, это неужели на Америку Россия нападет? Уже на Америку. Я говорю, что смеетесь, что ли? Ну прошло испытание ракеты, ну показали свои мускулы, не лезьте вы сюда, ну дали понять, при чем здесь спутник? А чего не наблюдаете, что, ну допустим, там, а чего вы не наблюдаете, что столько там мусора вот недавно показывают? Что МКС отошло выше, траекторию свою изменит? Нет, это никому не надо, понимаешь? Это никому не надо. Что в МКС живые люди, все. Всех интересуют. А вот как это преподносится? Вот агрессивный Путин. Я вчера смеялся с одного товарища, который ко мне в гости приехал. Он россиянин, я его давным-давно знаю. У него жена украинка, она давно уехала, но она скриптон. И он мне на полном серьезе рассказал. Я говорю, ну ты вообще. Давай я тебя сейчас в Ютубе найду интересного человека, который расскажет, что на самом деле произошло. Ссылку скинул, вечером он мне позвонил. Спасибо, Валерьевич, я хоть разобрался. Понимаешь? Ну, это факт. Здесь на сегодняшний день против этой нечисти Россия не борется. Ну, давай будем говорить так. Да ладно, но нам же надо там европейскому сообществу показать, что у нас есть либеральная сторона, что у нас есть демократия. Да какая демократия? Мы вот всю Польшу мы видели демократию, да? Люди приехали. Мне все равно какой нации. У них статус беженцев. У них, ну понимаешь, целая международная европейская хартия и конвенция есть о защите беженцев. Ну никто ж не задает вопрос. Элементарный здесь даже в России и не объясняет. Ни в школах, ни в институтах. Почему в Советском Союзе была 5-10 минутка политически обозреваемая, обозрение? Ты ж помнишь это, да? Во всех школах было. У нас в школах в детском доме политобозревание. Утром вставали, линейка, нам прочитали, что происходит в стране. Сейчас такого нету. Ни в школах, ни в детстве. А что он знает? Ну вот тебе живой пример. Полякам можно было грохать. 11 человек замерзло, умерло, как скот, да? Облили какой-то перцовой жидкостью нафиг. Минус 1, минус 2, хотя по международной конвенции, по международным правилам нельзя обливать водой, ну только при 10 градусах. Меньше 10 до 7 все уже нельзя. А там вот, пожалуйста, да? Мы видели, кто на самом деле возит дрова, кто питание дал, кто хоть куда-то поселил, это Белоруссия. Ну, подожди, но здесь же преподносятся этими либералами, козлами, продажными тяпками, что это все бешеный этот Лукашенко и злой Путин все это делает. Но это необъяснимо. Самолеты с Москвы летят. Слушай, я в шоке. Вот это и есть информационный терроризм. Он хорошо оплачивается. Это новое мега оружие. Если сегодня своего врага нельзя достать с помощью палки, да, это грубо говоря, достать нельзя, значит, впускается оружие интеллектуального свойства. Да. Алексей Владимирович, я хочу вернуться на несколько лет назад и вспомнить, вот 2003-2004 год. Страна Украина лезет вперед и вверх. Растет благосостояние людей. Не так быстро, как хотелось бы. Там увеличится вот эти вот ВВП и все остальное прочее. Но вбрасывается огромное количество денег и появляется оранжевый Майдан, который как бы люди сами собрались, сами повесили на себя оранжевые ленточки и с криком Ющенко так поперли свергать власть Кучма Януковича, чтобы Виктор Андреевич стал президентом. Спустя несколько лет, 10 лет прошло буквально, в эти же вот сейчас ноябрьские дни начинается Евромайдан. И тоже люди самостоятельно, потому что им страшно живется плохо в стране, убежденные, что все чиновники воры, власть коррупционеры, мусоране люди, поднимаются и идут свергать, сносить опять-таки эту власть, власть Януковича. И вот сейчас прошло уже сколько лет, на Украине ситуация аховая, и это не мы с тобой говорим, это говорят люди, живущие и работающие там, освещающие события, держащие в руках цифры происходящего. Но никто не собирается на Майдан, люди не выходят, люди не обвешиваются ленточками и не кричат банду гейт. Вот что с людьми не так? Почему, когда им было более-менее сыто, комфортно и уютно, они выходили на Майдан самостоятельно? А сейчас, когда им хреново, они на Майдан не выходят. Я просто почему это спрашиваю? Потому что смотрю на моих земляков, в том числе и крымчан, которые каждый день как на работу ходят и 20 часов в сутки рассказывают крымчанам о том, как плохо живут они, о том, сколько банда Аксенова Путина у них украла денег, о том, в каких человеческих условиях им приходится выживать и что надо в конце концов сбросить с себя оковы, выходить и силовым путем свергать эту проклятую путинскую власть. Вот просто я смотрю на сегодняшних вот этих ублюдков крымских, блогеров, общественников, а вижу вот тех украинских, которые в четвертом и в четырнадцатом году выводили этих людей. Но ведь тоже ж не бесплатно выводили. Тоже за ними кто-то стоял. За этими же наверняка тоже стоят. Кто-то же им платит за эту работу подрывную. Слушай, есть понятие как трансформация. Трансформация, за которую платят, и трансформация, которые присутствуют. Многие такие вот, назовем так, шайбочки, винтики, болтики, запчасти, которые, допустим, одна, назовем так, один сегмент людей, он показывает тучи. Другой сегмент людей, это как составляющая. То, что американцы делают, это ветер. Вдуют в уши, ветер делают. Третьи, допустим, показывают это то, что в 2002-2003, там, в эти годы происходило, когда накачивали страну, да? А народ начинает сходить с ума, когда у него жирок появляется, и он думает, что это бесконечное. Никогда это не закончится, но я пойду на Майдан, потому что то хреновые власти, власти-держатели, да? Назовем так. Вот по большому счету произошло. Но они ж не задумываются, когда эта хрень вся уже пришла, бомбанула. Так, Алексей Валерьевич, опять-то с экрана у нас пропал. Есть, видим тебя, поехали. Когда бомбанула, они ж не задумываются, да? Ну, просто не задумываются. Вот, ну, бомбанула. Ну, там, на жирку ты в своем держишься полгода, годик, два, три, а страна все беднеет, беднеет. А им рассказывают, что предыдущие виноваты, что вот агрессор появился, что еще кто-то, надо побороться. Вот эта ситуация и есть, когда человек впадает в топор, не понимая, что он творит, потому что со всех сторон у него убирает понятие лидер. У него убирает понятие самоинстинкт, самосохранение, и выводит на ту точку, когда общество и каждый человек понимает, что там не абсолютно все равно, что там происходит. Лишь бы я только выжил, мой ребенок, мой сыночек, да я буду последний хрень без соли доедать, буду последнюю булку с мусорки жрать. Вот это вот, что пришло, понимаешь? То есть информационный пул, насколько правильно выверено дается на Украине, что появляется такое понятие безвыходность, а когда есть риск, что тебя убьют, что у тебя отберут, что тебя пошлют на войну, что против тебя агрессор. Я, допустим, называю все эти аспекты. Человек получил этот набор, он выбирает. Зарплаты у меня там нет. А как же кормить семью? Я пойду на войну. А я здесь прав, потому что там злой Путин. И аннектор Аксенов. Надо с елки-палки защищать. Ну, мне что, платят 7 тысяч гривен. А тогда зарплаты, ты помнишь, были 800 гривен, полторы тысячи, три тысячи. Вот в пределах таких. А сейчас 7 тысяч гривен. А все остальное забивается, почему мы так плохо живем. Ай, елки-палки, да это ж спецоружие России. Да они все ж перекрыли. Молоко напичкано кремлевской жидкостью. Сок напичкан кремлевской жидкостью. И это все раскручивается, понимаешь? Ну, не зря, допустим, просто в нашем русском мире, как я называю, в славянском мире, это Украина и Россия, говорят, ну, если ты свинье говоришь, что она дура, эта свинья, и каждые 2-3 минуты, и на протяжении хотя бы 2-3 дней, она не захрюкает, она скажет, я дура. Ну, не напрасно так говорят в народе, да? Ну, это ж откуда-то берется. А человек это существо, здесь вот здесь варится какой-то суп, какие-то искры летят там, какие-то нейроны бегают. Он же что-то воспринимает. Вот и как и в мозгу, вот эти вот нейроны, только плохие, я называю, вот этих либералов, которых мы не зачищаем. Это наш будет бич. Это наш будет бич. Это будет большая головная боль России, Белоруссии и другим народам, которые пытаются удержать в нормальном русле свое государство. Это серьезнейшее оружие. Мы к этому относимся, хи-хи-хи. Мы относимся, вот как у Соловьева, там смеются, позволяют, как вчера один придурок там, сидоголовый вроде бы-то человек, когда сказал, что елки-палки, это ж советы напали на Польшу. А то, что Польша сколько советских солдат помучила, когда, будем говорить, ну, он это уж не объяснил, да? Ну, в 39-38-м там была ситуация одна, я не помню просто. Но дело не в этом. Ну, это ж, ну, маразм. Советы напали чуть ли не на Европу. Ну, где это было видно, да? Все помнят, как началось. Вот это и есть дезинформация. И через такого придурка идет восприятие. И это страшно. А ведь ребенку, или в институте, или в школе, книги, ну, если написано в книге, вот, тоже видел один учебник истории, один, не хочу назвать, потому что я не политик российский. Я не имею. Я могу так сказать, ребята, обратите, когда идет строчка, допустим, там, генерал, майор, там, и так далее, герой Советского Союза, ну, родился, два-три вылета пишется, ну, кого он сбил и все остальное, а его жизнь не описывается дальше. Какой он родом, откуда он, а то, что он, елки-палки, бывший, бывший белогвардеец, а то, что он за Россию, мать, пошел, а то, что он, он не продал, там, допустим, свои идеологии, я читал просто о нем поиск, вы же, почему этого не пишете? Почему? Сколько он фрицов побомбил, как он жил в обществе, кем он стал, каким он колхозом руководил, сколько людей у него работал, почему вы об этом не пишете, да? Просто был, все, нет, но был герой. Что это за объяснение? Что, Великая Отечественная война у нас одну минуту, одну секунду, или всего лишь год шла? Извините, пять лет. Ну, ну, так я говорю, надо же объемно писать, да, некоторые там ненужные вещи можно упустить, но о человеке, который принес победу, за которым есть целая повесть, да, надо же рассказать, чтобы этот молодой человечек понимал, над кем он, если ему, вот те либералы расскажут, что ты не прав, надо поглумиться. Он же потом вырастет, вот тот мальчик, вырастет и будет памятники уничтожать, то, что в Украине произошло. Или мы не помним, как в России уничтожали памятники? Мы не помним? Помним, было это. Откуда это все зловещее дерьмо пришло? С Европы, с Америки. Ну, я как старшее поколение, к молодому поколению, я говорю, нельзя глумиться над памятниками. Даже если вы не уважаете, приведу пример Владимира Владимировича Ленина, нет, ни в коем случае он должен стоять. Он в истории был, что бы там ни было. Я не призываю никого, история распорядилась. Я считаю, что Ленин должен быть в мавзолее до сих пор. Это обязанности государства, его там сохранить. Вы по-разному понимаете, идол, не идол. Но вы посмотрите, сколько свершений, фактов в развитии, эволюции Советского Союза, той же самой России, произошло возле этого Кремля, возле этого Ленина, да, знаменитый 7-го числа парад на войну, когда уходили молодые пацаны на войну. Откуда прошел? От мавзолея. Даже та же самая революция прошла. А после этого какие были парады? Веселье, дети, 1-е мая, 7-е там, и так далее. Ну, было же у нас хорошее. Надо же брать все хорошее. А оно уничтожается. Вот это и есть, понимаешь, оружие гибридное. В умы вбивается смерть, разруха, грабы. И человек начинает шизой ехать. Да. Алексей Валерьевич, вот, глядя даже на твою родную Херсонщину, ну, тот, кто немножечко учил и географию, и историю, прекрасно понимает, что эти земли когда-то у Османской империи Россия отвоевала. И заселяли и Одесскую, и Николаевскую, и Херсонскую, нынешние области люди с разных регионов большой страны. Там и западной Украины, почему говор на Херсонщине такой вот малороссийский, и из российской глубинки ехали. Все это перемешивалось. И вдруг вот Владимир Владимирович Путин берет и пишет статью по поводу того, что мы один народ и мы не можем обижать и издеваться над своими братьями. Какая истерика началась на Украине. Причем очень многие, являющиеся выходцами из России, из России, и этнически русские, они стали вдруг большими украинцами, вот русофобами, чем сами украинцы-русофобы. И меня это поражает очень сильно. Я вот тут в комментариях одного замечательного парня по имени Михаил прочитал. Он по поводу жидобандеровцев высказался. Говорит, жидобандеровец это не просто еврей, это еврей со знаком качества. Вот что должно было в голове у нормального человека произойти, чтобы он, еврей, стал жидобандеровцем, чтобы Климкин русский или Денисова омбудсумен русская, крымчанка стали вот этими бандеровцами и русофобами. ну нельзя же ненавидеть самих себя, свое прошлое, свои семьи, своих родных и близких. А у нас все перемешано было больше, чем в любой другой союзной республике. Украина это республика, в которой жили люди множества национальностей и в основном русские, русскоязычные. Вот как удалось убедить, какими манипулятивными вещами убедить этих людей, что они вырусь, не русь и к русским точно отношения не имеют. Более того, их долг святой ненавидеть все, что связано со словом русский. Сереж, помнишь, когда-то было у нас такое в истории в нашей жизни, я застал и думаю, ты застал, когда мы все смеялись. 125 кадр это фигня. Так что вы вмешаете в меру лапшу на уши. Прошло определенное время. Существует 25 кадр. Таж, гипноз, разоворы, они все не влияют на телевизоры. А помнишь, в нашем обществе всегда говорили, когда телевизоры только начали появляться, вот мудрые люди, даже нашего возраста, вот этот телеящик скоро начнет взрывать мозги. Ну, мы же так помним, говорили, я помню, когда на заводе на КЦБК работал, заходил там, так, выключите нафиг телевизор. Но когда же мы будем работать? А ты что думаешь, он нам взрывает мозги? Мы же новости слушаем? Вот, типа, под этим, знаешь, люди простоя, это на заводе. Есть время, когда можно смотреть, а есть время, когда надо работать, да, и выключить все. для, ну, грубо говоря, для успокоения. А почему, допустим, вот даже вы нас все время говорили, ребят, не сидите только в компьютере, пожалуйста, берите книги читать, Лермонтова, там, еще кого-то там читайте, там, великих поэтов, книги какие-то души, которые развивают интеллектуальность человека, вот здесь, серое вещество, вот, грубая ложка заезжает сюда и мешает все, оно начинает вертеть, чтобы человек думал, что такое компьютер и что такое телевизор и что такое потом появляется дебил, который рассказывает, что приехал, прилетел в Крым, прилетели марсиане с Крыма в Крым, зеленые, привезли Путина и не оккупировали, да, но они хотя бы элементарные вещи не понимают, ну, 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 как можно землю оккупировать? Ну, как можно? Людей можно оккупировать? Ну, ты же, видишь, Крым оккупировали, ну, логически в Крыму живут люди и произошла оккупация народа, а народ там кто? Они же логически не задаются, потому что это не надо, Крым земля наша, нашу землю оккупировали, за народ, ты же заметь, за крымский народ, что там живут, белорусы в Крыму, немцы в Крыму, латыши тоже, знаю, в Крыму живут, армяне живут, грузины, турки, россияне, украинцы, многонациональный же Крым, но они же не говорят, и вот это человеку все трансформируется, и человек со временем начинает воспринимать, враг, ты нам не славянин, я великий Укр море вырыл, а ты никто, крымчагин, а те скажут ему, так я же в Украине тоже ж был, просто я не хочу в таком бреде жить, ты не понимаешь, это не бред, на нас напал великий монстр Путин, вот тебе все, и это все действительно так, потому что, а, первое, не дочитал, скормили тебе левую информацию, мозг трансформировал все это, неправильно пересчитал, забил, грубо говоря, колышки такие, и вот в этом временном характере он и высчитал мозг, это враг действительно, это оккупант действительно, это действительно, который убивает моих людей, все, ты пойми правильно, мозг человека, эта машина очень страшная, она, как и может, хорошее придумать, и сделать сверхъестественное что-то, мозг человека может придумать на благо человечества, лечить, спасать людей, и, будем говорить, мозг человека способен защищать, выполнять все это, тело, руки, а это мозг, ну и мозг может быть самое страшное, вот мозг самый страшный появляется, это когда его трансформируют в что-то подобие, звероподобное, непонятное, то, что в Украине происходит, это выращивают новые молодежи, на книгах уба, на книгах убийц, трансформируют, как я тебе рассказал про Черное море, которое выпал в великий Укр вырил, вот это грубо говоря, а потом начинают рассказывать, что Иисус это выходец с Украины, я ничему не удивлюсь, но это от того, что мозг растет, а ему дают информацию, которая имеет позицию вранья, незнания, холопа, раба, почему говорят в Европе нам же та часть нужна какая? Аборигены? Аборигены нужны. Нам та часть нужна народа, который будет расти и будет пущечным мясом, но оно должно только уметь читать, считать и немножко прыгать. Почему так говорят? Потому что в любую минуту можно его перетрансформировать, дать то знание через телевизор, через компьютер, чтобы он воспринял ты враг. Вот и все. поками в российском обществе, в России назовем так, в других там странах, в Беларуси, поками того общества, которое умеет читать и что-то передавать, поколению своему, оно еще велико. Ну, за 60, за тире 70%. Поэтому еще поками не переломали ситуацию. А еще 10-15 лет бомбанет так, что мы потом не будем знать, что делать. Понимаете? Я лично боюсь за своих детей. Вот я лично за своего ребенка боюсь. Я боюсь за будущее. Потому что мы не даем того образования и той информации нужны, которая заставляет человека думать. А что такое жизнь? А что такое любовь? А что такое развитие? А что такое экология? Природа? Зверь пивущий? Мы не даем правильное понятие, почему человек умирает. А что за ним остается? А за человеком остается история. За человеком уходящим на тот свет душа остается. Мы не раскладываем эту ситуацию. Мы не говорим о том, что человек безмолвно не умирает. У каждого человека, в каждой семье остаются следы этого человека. Они не умирают. Бывают забывают. Кто эти люди, которые забывают человека своего умершего? Люди, которые не любящие этого человека. Почему никто не объясняет? Да? Мы об этом проведем. Люди не думают, а что человек оставил после себя? А мы обратно этого не объясняем. Как в истории, подожди две секундочки, я говорю, хотя бы по этому факту. А оказывается, тот же самый вернуть Жуков после себя оставил мемуары, Жуков после себя оставил награды, он же победил, я бы как провожу, но он ушел. И Жуков, и народ оставил, ну да, я договорюсь, великий памятник полководца, грубо говоря, после себя на коне, победа, победа всех наших народов. Вот это есть, мы не пытаемся это объяснить, а что человек после себя оставлять грамотно. А этот толпанный телеящик и продажная скотина, извини за выражение, и либерат через этот ящик воздействует. Поэтому мы забываем и Жукова, и Ленина, и кто строил Кремль, и как он появился, и как Киевская Русь появилась, и как появился Крым, и как Украину создали, мы забыли. А в Украине слушай, ну, 30 лет самостоятельности, а до этого лепили обратно Украину. Время маленькое, а запомни, в истории одного человека жизнь, в истории или в эпохе, историческом определенном моменте, человеческая жизнь, это что крупинка вот так раз и улетела. Вот тебе все поэтому говорят народе, сто лет проходят и обратно войны, поколение уходит, а мы неправильно передаем. Почему мы, вообще-то война должна была раньше случиться, по большому счету. Да, вот только Советский Союз рухнул, и, грубо говоря, 80 лет и все, и война должна случиться. Но мы до ста лет не дошли, ну, давай посчитаем, не дошли, она случилась, а она случилась, почему? Потому что прекратили думать, что мы один народ, что мы одно древо, что у нас один корень, что у нас одни родственники, что у нас одно общее, хотя бы возьмем победа, ну, давай возьмем, прекратили думать, что между нами границ не должно быть, у вас у каждого должен быть свой дом, вы должны в каждых регионах жить у себя, а между нами границ не должно быть, а это перевернули, поэтому и появилось понятие враг, вот и все, вот так я думаю, вот как оно все происходит, это примерно я тебе рассказал, вот и все, просто правильно надо кашу забрасывать в черепок, и все. Ну, Алексей Валерьевич, я тебя не столько хотел перебивать, сколько чуть перенацелить и задать уточняющие вопросы, но ты, в общем-то, все и сам без меня ответил, и не только вот человек уходит и о нем кто-то помнит, а кто-то забывает, а если бабушка не рассказывает о своем дедушке, внукам своим, то дедушку никто не помнит, то же самое и с государством российским, вспомни Московское царство, Российская империя, потом Советский Союз, ведь прошло время, столетия прошли, и совершенно по-разному трактуют наше прошлое, бегают белогвардейцы и кричат к чертовой матери, нету этого куска, 70 лет СССР, бегают красные и кричат никакой Российской империи, и вообще не было тюрьма народов, ужас и кошмар, а никто из них не стоит на позиции, что ребята, это моя история, моей державы, со своими подвигами, героическими какими-то вещами, и об этом нельзя забывать, и когда у нас ставят памятник Николаю Первому, Иосифу Сталину, Владимиру Ленину, Ивану Грозному, Владимиру Великому, это все мое, вот оно на то и памятник, чтобы память была, а если не будет, то и... Я так бы сказал, это все мое богатство, это вся моя жизнь, великой родины моей, которая меня родила на свет Божий и сделала просто человеком обычным, я так бы это сказал, понимаешь, но ты понимаешь, есть понятие, что сегодня некоторым позорным утварем, как я называю, это не нужно, не нужно, чтобы была единая история, чтобы мы с историей, которая у нас была, извлекали все самое хорошее и сопровождали и давали что-то новое, а все самое негативное помнили, но не открывали этот ящик Пандоры, а было написано, было хорошее, было плохое, но рядом с тем, что у нас было, всегда идет новое, честное, порядочное, наше будущее, вот если бы мы так эту философию жизни понимали и воспринимали в себе, что нет, мы только можем построить свое, нам никто не нужен, тогда у нас была бы другая информационная политика, тогда у нас действия были другие, вот почему сейчас, вот почему я на сегодняшний день, вернусь буквально кратко, я на сегодняшний день ненавижу эту Европу, Америку, вот последнее вижу, мне говорят мораль, этика, там и все остальное, вот беженцы, я с этого делаю вывод, Меркель, Макрон и сегодняшние власти, власти, как они, властители Европы и американцы, они убийцы, я тебе хочу сказать, война и дальше на Донбассе будет, продолжат и остановит ее только Путин и Россия, это мое личное время, и дальше с ними заигрывать нельзя, нужно уже точку ставить, это напоследок. Алексей Валерьевич, спасибо тебе огромнейшее, очень рад был пообщаться, вместо такого информационно-аналитического получился философский разговор о прошлом, о настоящем и о будущем, и дай бог, чтобы будущее у наших детей было нормальным и человеческим. Спасибо тебе огромное и до скорой встречи. До скорой встречи. Итак, дорогие друзья, Алексей Журавка был нашим собеседником в этом выпуске программы, спасибо вам огромное за внимание, будьте здоровы, берегите себя, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok